Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иезекииля, обратимся к 46 главе. Здесь в 46 главе, собственно, продолжается разговор об обязанностях князя, о том, что князь обладает некоторой властью, но у него есть и обязанности. И это, собственно, он персонифицирует в себе обязанности Израиля перед Богом по завету. То есть те приношения, которые весь народ, весь народ Божий, как единое целое, должен приносить Богу по завету, это, собственно, ответственность князя, исполнить это. Остальные, как и сам князь, приносят жертву за самих себя, разного вида жертвы, но за весь народ это делает еще и князь. И кроме этого, Иезекииль говорит о том, что князь также должен совершать поклонение перед Господом в субботние дни и в дни новомесяча. В течение шести рабочих дней восточные ворота должны быть затворены, в день, в субботние, в день новомесяча отворены. И князь пройдет и встанет у этих ворот. Обратите внимание, да, что восточные ворота – это те, которыми вошла слава Господня в Иерусалимский храм, и никто ими не ходит. Даже князь, или в том числе и князь, никто. Поэтому в день субботний ворота эти отворяются, князь подходит с внешней стороны, священники с внутренней стороны, и они приносят приношение к князю. Но князь не проходит через эти ворота. Он у порога поклонится Господу. Священники совершат его всесожжение, он у порога поклонится Господу. Ну вот такая, если хотите, икона политической и религиозной системы. Князь несет на себя обязанности народа, и князь не входит в освятилище. То, что он князь, не дает ему этого права. Его жертву приносят священники. Он у порога ворот поклонится Господу, «А народ земли будет поклоняться перед Господом при входе в ворота». Ну, народ земли, собственно, можно было бы на современный язык перевести, как простолюдины, простонародья. Этот народ невежда в законе проклитон, как говорили фарисеи, использовали то самое слово «амхаарец», «народ земли» или «люди земли», «люди от сахи», как по-русски это иногда говорят. Вот они будут поклоняться у ворот, но на некотором расстоянии. Не то, чтобы прям действительно это определяло политическую систему и соотношение политической и религиозной власти. Нет, конечно. Главное в этом некоторое благоговейное отношение к Богу, которому надо учиться, оно не рождается само по себе. Оно не бывает врожденным, а только благоприобретенным. Этому надо учиться. И вот князь, который останавливается у порога, не входя во внутренний двор и оттуда, от порога, наблюдая, как священники приносят его жертвы, это важный урок благоговения. Важный. Теперь еще один, еще одна подробность – это то, что люди, приходящие на поклонение, входящие северными, южными воротами, должны проходить через храмовую территорию, через двор, и те, кто вошли северными воротами, выходить южными, и те, кто вошли южными, выходить северными. Вот таким вот образом. И князь должен находиться среди них, когда они входят, входит и он. Во-первых, тут любопытно, что князь вместе с людьми, вместе с народом, они входят, ходят и князь. Ну и, конечно, тоже вот некоторая специальная разработанная система пребывания в храме, которая нужна для, как сказать, подчеркнутого соблюдения благоговения. Знаете, на самом деле, в христианских храмах, православных в том числе, тоже существует сложное, путанное, и часто совершенно необъяснимое системы правил поведения. Странная, посещающие, или приходящие случайно в современный христианский храм люди, порой удивляются, порой возмущаются, обижаются на этот свод правил. Но на самом деле тоже это, если хотите, отголосок вот этой езекиилевой картины. В храме все не просто так. Там все внимание должно быть сосредоточено на Боге, и все должно быть устроено так, чтобы чтить его, относиться к Богу с почтением и уважением. И все эти внешние правила не сами по себе нужны, не сами по себе имеют смысл, а именно как вот проявление уважения к Богу. Ну и еще там содержится некоторые подробности про князя. Говорится о том, что если князь захочет там совершить свое частное жертвоприношение, пусть сделает это в Восточных воротах, так, как это делают в субботу, не входя в эти ворота. Ну и, наконец, заключительная часть. Здесь, понимаете, в стихах с 16 по 18 очень важная идея предлагается. Вдруг, только что разговор был о храме, о князе, и такое впечатление, что пророк говорит, да, кстати, о князе. Если князь дает кому-то из сыновей своих подарок, ну, выделяет там удел, часть наследия, это должно пойти в наследство его и его сыновьям. А если он выделяет из наследия своего кому-то из рабов, то это будет принадлежать ему только до года освобождения. Так здесь назван юбилейный год, когда раз, собственно, каждый 50-й год, год освобождения, год, когда долговые обязательства аннулируются, списываются долги, освобождаются рабы, и вот такого рода, как сказать, передача в условную временную собственность тоже отменяется. Значит, можно не принадлежащему к семье князя, передать часть княжеского наследия, но в год освобождения оно должно быть возвращено. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Не может брать из наследственного участка народа. Вот такая идея. На самом деле, конечно, скорее идей, потому что по настоящему политическому самостоятельности израильских князей, даже если там были в какие-то периоды жизни князья, никакой всерьез самостоятельности не было, и те правители, которые правили этой землей до новозаветных времен, как правило, правили, опираясь на законы империи персидской, македонской, римской, а не на слова, скажем, книги пророка Иезекииля. Тем не менее, вот идея, идея ограничения власти князя здесь выражена очень ярко. И заканчивается эта глава дополнительным указанием о том, что то, что приносится в жертву, и хлебное приношение жертвы такие, жертвы такие, все это должно по уставу, по закону съедаться священниками, и оно не должно выноситься за пределы храма. Вот только здесь. И поэтому выделяется специальное место, где это будут готовить. В конце концов, ну, как бы, какая разница, да, где кастрюля, где варятся те или иные жертвы. А вот такая разница уважения к Богу, благоговения к Богу подуждает максимально строго соблюдать этот периметр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok